здорово братцы всем привет города героя минска за бортом у нас 18 августа годы 1021 эти годы на работу собрались наконец-то и двух месяцев не прошло затянулся у нас однако отпуск тому были веские причины одна из них совершенно незапланированная поездка в грузию честно признаюсь мы вообще не собирались доехать и тут что-то буквально за ней цели до суда короче скрутила завертелась вот вот ну а сейчас что вам рассказать едем среда пятницу по плану запланирована смена москве машина идет на минск но меняться будет в москве вот начнем с того что слегка тут матрик уже отсылывать для начала с билетами на тупил на поезд купил не на тот день полно официальном сайте ржд тут же сдал его как вы думаете ржд вернет вернет не вернет на карту вот уже двое суток прошло еще пока не вернули вот и зал именно на тот день который нужно в пятницу у нас там час ночи из 20 часа пути паровоза в 9 утра в пятницу в москве ну все билет взял все теперь осталось ну как же у нас же в россию просто так не въедешь за беларусь и на машине вообще не въедешь не впустят а гражданам беларуса поездом самолетом можно но нужен этот тест пцр еще а когда в грузию летели кстати многие спрашивали что нужно для того чтобы поехать нам нужен был точно так же тест пцр без него в самолет не загружишься тебя просто не посадят и по прилету туда летели мы летали мы шестером двое у нас привитые были мы в четвером непривитые вот нам непривитым на 30 день пришлось тоже еще раз в грузии идти ковид этот в лабораторию и еще раз сдавать тест пцр скажу так на троих если вот на троих считать вот два раза сдать тесты ну в общем на ровном месте 150 долларов просто вот раз и все только на вот это вот мероприятие вот ну и москву что же самое все кинулся в ту контору где обычно где вот заказывали в прошлый раз билеты они чуть не работают ну а как бы так по сайтам там смотришь эти центров то сдачи тестов то много в один во второй в третий в пятый в десятый да пожалуйста приезжать сдавать но не через десять мне через три дня уезжать извините говорит все записи нет это я к чему там если кто-то в беларуси вдруг соберется выезжать куда-то кто не в курсе еще не сталкивался с этим то планируется и вот эти все дела особенно пцр планируется их заранее потому что записаться тут практически нереально все туда-сюда все нету своих пишу у кого тут все круто извините билет есть а приехать не могу надо каким образом надо короче подняли тут какие-то там старые связи по итогу в общем нашли у нас когда там знакомая уже на пенсии ну когда-то работала там в министерстве здравоохранения в общем с ее помощью куда-то там она позвонила вот куда-то мы сейчас едем в один из центров в общем там нас как бы ну скажем так записали баблату вот еду сдавать сегодня вот четверг 18 сегодня сдаю правда сегодня же и заберу обычно на следующий день отдаю правда сегодня же его и заберу днем вот ну и в пятницу ночь с четверг на пятницу грузимся в паровоз и поедем поедем на работу блин не знаю даже после двух месяцев работать не хочется от слова совсем как подумаешь садиться ехать ну возвращаться будем обратно в Минск поэтому поедем налегке все равно мы приедем сюда нам у нас выгрузка в Минске в субботу ну а это уже все потом расскажу сейчас вот надо вот эту поехать ну слегка такую неприятную процедуру пройти то не сдавал то не в курсе а так ну удовольствие такое еще себе вот поедем сдадим дай бог что там все хорошо и поедем по итогу наконец-то работать это наше море Минское у нас тоже море есть 6-ой флот США все хочет здесь где-то причалить но пока что-то не видать у наших берегов через 600 метров сверните на съезд направо вот так сейчас будем съезжать один из самых ну центральных проспектов ну как бы у нас их два таких самых центральных ну это наверное второй по значимости а может и первый независимость и победитель сейчас сверните на съезд направо на проспект убедитель и попадем по-белорусски называется проспект пероможцев ну и как бы здесь недалеко наш центр обидно только что живу на процел положенном конце города Минска ехать далеко это конечно минс с москвой не сравнился с москвой и с москвой от москвы с москвой здесь уже не до жиру быть бы жилом главное найти вернее не то что найти главное что нашли где можно сдать по-белорусски потому что тогда не знаю каким образом эту москву попадать было вот такой район как бы новый современный это все вот совсем недавно все это было построено как раньше здесь пустырь был не так давно буквально даже если лет 10 назад взять здесь вообще ничего не было ну так, ориентировочно куда так ошибаться, конечно и вот где-то здесь через километр мы уже доедем можно было через город, через город то ближе но через 600 метров поверните направо сейчас раннее утро, как раннее начало 9-го, полдевятого все как раз на работу едут через город было бы похоже поверните направо улица Нарочанская дальше чуть левее, там арена сити один из двух стадионов хоккейных, арен вернее это тоже какая-то арена сити? через 400 метров поверните направо это тоже арена сити тоже тут корты спортивная такая штуковина так мы почти приехали поверните направо затем поверните налево куда-то нам вот сюда честно признаюсь, район незнакомых поверните налево затем поверните направо что вот тут даже со шлабаумами и здесь шлабаум еще сюда можно заезжать что-то мне еще план мне потом выпуск от отсюда вот в это здание нет, может там где-нибудь потом не выйдем отсюда ладно сейчас разберемся так ну что Ларис Иванова тоже давно не работала слегка нас не туда привела ну вот все мы короче сдали продать пришлось почти часик колейки постоять вот короче дают вот такую вот бумажку с таким вот qr-кодом вот на телефон скачиваешь приложение называется путешествую без ковид устанавливаешь его ну тут все свои данные вводишь и вот потом вот данные и пока в работе сказали что сегодня после 17.00 там появится годинг работе или нет уже никуда ничего ехать бумажном виде не надо и потом просто при посадке в поезд самолет куда там нужно просто показывай что все у тебя как бы все в огне вот вот такая вот процедура проходится проходить потому что другого варианта нет ну все можно ехать домой и ждем пяти вечера в общем если вы пенсионер и дружите только с кнопочным телефоном и то не всегда например например как мой отец и вот вам надо будет поехать например ну в ту же Россию вы захотите с рук съездить культурно погулять по тому же городу Москва у вас это пока сделать пока вы не не купите себе смартфон и не установите это приложение у вас это сделать не получится без вот этого вот тоже неправильно я считаю есть же люди которые наглухо отказываются дружить с этой всей штукой все значит не хотите дружить сидите дома вот ну а мы поехали домой ждать результатов поедете немножко у вас по центру Минска прокачу назад решил через город проехать Минск-арена с левой стороны сейчас тоже будет хоккейная площадка Минск-арена у нас две хоккейные площадки в городе Минск-арена и Чужок-карена Минск-арена и Чужок-карена там где я живу далеко прямо в самый центр попадем все тот же проспект победителя а это наша Минская ВДНХ выставка достижений народного хозяйства что-то закрыто наверное не работает дворец независимости резиденция президента ну а тут вот можно сказать вот в самый в самый центр города мы уезжаем здесь стела Минск-город-герой в основном в Астану все мероприятия тут проводятся концерты салюты на все праздники кстати соответствующая вывеска даже есть минск город герой сейчас дворец спорта будем проезжать с левой стороны гостиница кстати юбилейная я думаю в каждом городе была такая гостиница с советских времен вот здесь вот как бы вот река наша река свислач вот 99 году здесь и трое называется не мига там дальше дворец спорта дальше вот район не мига старый город здесь все и здесь соответствующая станция метро не мига тоже и вот здесь вот девяносто девятом году 30 мая концерт проходил праздник пива там что был какой-то концерт-группа какой-то и общем резко началась гроза очень сильно с очень сильным градом и народ в основном молодежь вот здесь вот вход в метро вот здесь и люди вообще бру ломанулись спасаться от грозы метро и произошла очень тяжелая страшная давка 53 человека погибло тогда в той давке людей просто задавили то есть кто-то в метро в один споткнулся и все а сзади толпа напирала в общем 53 человека просто задавили к сожалению вот такая трагедия произошла у нас здесь это вот там вот центральный проспект это проспект независимости мы сейчас тут на него не поедем нас то и какие другие зла крутанемся еще по своим вопросам можно сказать исторический культурный центр здесь города героя местка припарковаться у нас минске тоже проблема в центре существует приходится у так стоять вторым рядом наш дворец республики всякие концерты тут артисты выступают и не только артисты площадь октябрьская называется тут елку вот здесь устанавливают но это вот есть сам проспект независимости туда на запад туда на восток ту сторону там площадь победы и научу сейчас мы по ней не поедем нету времени надеюсь я тут никому пока не мешает выйти к центру получается на общем минск полу как бы два таких центральных проспектах проспект независимости это самый центральный вот тут проспект победитель туда у нас вокзал железнодорожный на который мы послезавтра поедем когда нибудь будет время и вдохновение сделаем полную экскурсию по минску пока нету вот и двадцатое число наступило в рации раз мы здесь на вокзале в этот поздний час но значит у нас в тест полоска была одна где этот путешествую без к вид так тесты все видите отрицательный 10 минут 1 уже через полчаса у нас отправление пойдем потихонечку на перрончик красиво да кстати деньги ржд за неправильно купленный билет на 30 день вернули так что просто был момент вот тут у нас я уже не буду говорить какая торговая сеть что-то купили там дочери по моему ну и не подошло приехали сдавать покупали по карточке приехали сдавать сдали короче деньги пришли ровно через месяц ровно сумма была небольшая но все равно факт остается фактом а здесь ржд красавцы на третий день все денежка обратно на карточку вернулась поэтому приятно а то думаю сейчас никуда не уехал бабки укинула час пышди и так это поездки с этими тестами дорожают сразу же ну что ладненько троллейбусы тут чудо один за одним почапали на перрон 040 у нас отправление ну хеллоу москва доброе утро все еще двадцатое пятница вокзал белорусский да еще не изменилось с этажей движуха суета люди куда-то все спешащие одним и пока никуда не спешим начальство спадала заберет ждем шефа но начальство сами понимаете я паздываю может только задержаться хотя из озвучил что раньше 10 не приедет сейчас 9 утра только выгрузились вот там на белорусском вокзале нормально доехали все хорошо ждем сейчас шеф приедет поедем на базу решать вопросы забирать машину ну и надо по максимуму постараться сегодня как можно раньше тронуться сегодня пятница иначе мы только даем один до московской области будем с московской области будем выбираться до ночи сегодня денечки хорошие я так посмотрел еще сегодня тут в москве кстати довольно таки тепло по сравнению с минском минске уже так что двадцатка девятнадцать а здесь вот сегодня вообще двадцать обещают ну тоже уже скоро наверное денечки да теплые закончится поэтому я думаю сегодня народу будет желающих много выехать за город поймать последние шашлыки это получается предпоследние выходные лето так что хотелось бы сегодня хотя бы до обеда тронуться с базы не факт посмотрим как получится все народ на лавочках отдыхает кто где ждем шефа максим горький это что а госдума а это же вот здесь только шумели тогда да когда это а нет по дому правительства стреляли самые работоспособные трудоспособные а я мимо не уходил это здесь вот это даже защиту как-то и штук был кремль большин театр точно точно в самом центре заехали как не надо рассказывать какие у нас планы дорогу снимает огне ну понятно что дорогу на фоне ляжь показать то здание оранжевая но а это что сейчас это фсб памятник держи это 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 вот это вот прямая которая это серьезное место конечно да серьезные взятки там это того не опрощал памятник достоин кому джинскому джинскому основателю джинскому основателю джинскому основателю этих спецслужб получается спецслужбы да я не знаю основатель я не знаю а а я с историей сильно друг как это что то получается это что по поводу планов да чего куда мы сейчас ты в минск поедешь отвезешь эти сибирские доски опять тем же да да мы тогда возили да третий раз взял так ну а дальше что ничего не смотреть оттуда ну приоритете куда недалеко вы же любите да мы очень любим далеко желательно чем дальше тем лучше написать как нехорошо главное дорожную сеть оплатить и все за стоянку да и топливная карта была всегда ну и платон значит и это ну в общем да приоритете у нас вполне далеко если нет тогда возьмем куда нибудь сюда ближе к нам потому что вот эти две поездки в на дальний восток для машины мы не прошли как бы бесследно там в некоторых местах что-то все растрескало шаталось надо все приводить в порядок это как вариант если не будет куда нибудь на дальний восток или сибирь то мы приедем в москву займемся мелким этим ремонтом поделками да в течение дня все сделаем потратим уже с москвы будем смотреть значит на европу мы ехать пока не можем потому что нам надо сделать две важные вещи еще это поменять карточку на машину международную потому что сменились госномера и по новой сделать может свидетельство да свидетельство да еще мало есть печатели тоже еще задача еще да ну как задача не задача это все долго мутро конечно да дело с бюрократия съедает бюрократия да причем сделано специально чтобы люди намучились с этим свидетельством по таможне там вообще ситуация такая что мне надо поехать зеленоград или извините зеленоград зеленоград да зеленоград там центральный управление может приехать туда привести много документов по машине договора и с и они забирают у меня я должен буквально есть два дня посетить таможенный пост для того сзади с прицепом я должен заранее еще договориться с таможенным постом потом приезжаем показываем машину если там все нормально с прицепом у них нет вопросов они вам ставят штампики в каких-то бумагах и электронно это там какой-то своей базе они фиксируют что да потом мне надо опять ехать зеленоград и забирать соответственно уже вот это новое свидетельство да ну вот сам понимаешь это мотание два раза туда потом можно постоянно все перегружены этих поводников достучаться именно на одной казине по двенечкам сидят это вот это все да большая нервотребка и ну в принципе то же самое с этим с карточки это ехать куда поехать транспортно где-то на Ленинградском в хамовне не хамовне подожди какие хамовне по-моему находится Москварька Угата называется и сюда тоже как и перешет автописники там какие очереди устраивают которые получают всякие рецензии разрешения приехать привезти эти документы через неделю еще раз приехать забрать то есть то есть вот эти вещи надо сделать после этого мы сможем поехать в Европу сейчас этими делами я заняться не буду потому что я занят основной работы сейчас немного освобожусь и мы сделаем мы пока покатаемся по России и кстати забыть надо сказать когда мы сменили номера но у тебя в инстаграме ты же первый пост выложил но здесь была куча комментариев нас поздравляли а что мы выплатили лизинг да что мы выкупили да спешу огорчить подписчиков то есть ситуация следующая мы с лизингой не выкупали машину машина еще в лизинге еще будет полтора года находиться потому что мы делали две пролонгации первый раз делали на год когда спустя некоторое время когда мы начали я понял что этот лизинг первоначально он не подъемный то есть провели переговоры с представителями искали лизинг и мы сделали реструктуризацию то есть ну проваляться на год соответственно у нас стоимость лизинга выросла мы связались ежемесячные платежи они тоже не айс как бы тоже как бы можно сказать не подъемный но существенно лучше чем было первоначально соответственно у нас трехлетний лизинг стал четырехлетним потом период пандемии когда-то все началось продолжить да срочка была да и нам еще уже с 70-е вышла скорее лизинг они предложили еще на полгода чтобы опять снизить чтобы нам было попроще в итоге у нас получился лизинг четыре с половиной три года прошло осталось полтора почему произошло смена номеров объясняю опять возвращаюсь договор лизинга первоначально был на три года когда машину при лизинге ставите на учет в гбдд вы проводите регистрационные действия регистрация удается на тот же срок на который собственно договор лизинга то есть на три года соответственно если вы покупаете вы идете перерегистрировать уже на себя получается уже на себя если идет пролонгация договора тут надо продлевать вот у нас получалось что ровно три года нам надо было идет пролонгация соответственно надо было забрать гбдд соглашение о продлении договора но это обычно ничего сложного они продлевают но мы не знали что в период первой регистрации скани пошли изменения законы раньше если можно было регистрировать машину в любой точке России неважно где проживает здесь это физлицо или где зарегистрированная компания то я не знаю в каком году в 19 мы приняли что машину надо регистрировать в том же регионе где прописан зарегистрирован физлицо либо компания московская но номера у нас были подмосков или подмосков потому что мы на учет доставили в городе видном да тогда это можно было без проблем а сейчас этого нельзя делать получилось так что мы не могли сохранить наши номера нас обязали взять московские следовательно пришлось менять номера это подтянуло за собой целую кучу геморроя начиная от перерегистрации платона если хотели карточек ну и так далее все приборы надо перерегистрировать передела впереди еще нас ждут перерегистрации всех европейских приборов белорусский участок надо будет переделывать карту таковая машина прекрасно если например другие крупные карты компании таковы именно к номеру машины ха-ха-ха ой еще к номерам привыкнуть теперь надо E395 оболняюсь красотка как же я по тебе соскучился так рассказывать как ты тут всем здрасьте скучал без меня а ладно устал жить без тебя не мог ой ну наконец сейчас как это еще к номерам привыкнуть вот ты мне скажи у у 73 03 77 ну почти блатные ну этот сзади смотрится я вчера вечером менял надо шею мусорку занести где обменяли не ты а gotcha я участвовал в этом ну ключи подавайте я умею не надо я тоже да где она стояла это уже какая вторая да на задней оси поменяли уже две подушки но поменяли кургане постепенно начинаю чё чё как наши колесики рецепт огонь походят вот тут еще запомни да и 395 797 здесь навьё тягачи навьё поставили ну все вот вот я прочел видишь она здесь да лишь вот она с шишечками тоже пошла это однозначно его надо разворачивать его конкретно сожрала но чё ты надо было это еще раньше сделать живешь как его сожрала всю полосу не факт что она уже выравниться 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 если его внутрь блин поставили так его надо однозначно развернуть внутрь в чем как можно скорее ну сейчас дай полюбоваться ему я же соскучился иди обними ее запросто иди обними ее запросто иди обними ее что и два месяца скучал это да это как новый хотя тоже живет ну не так не так но тоже надо балансировать а это не развернешь это и живет и снаружи внутри привет фото кто я вырежу не переживай что за счет жил что-то отломано короче это вот тебе вот подарок вчера мы не успели это сделать ляпает по дороге или не ля ты знаешь не слышно просто я вчера это позавчера открыл капот и вот увидел ну это фигня раз давай показываем ну здесь уроки все нормально два чего ну чего чего ты на уровне посмотришь заведи его она блинжера такая расширяется я вчера вот здесь вот это когда назови зоны надо сейчас вы сюда у нас же есть не закрывай пока я потом дали так потом что у нас вот это вот ботла опять раз все разболталось все разболталось после этого после этого потом наше поездка в этот магистральный вакунайске тоже самая история где-то сорвалась вчера смотрел ну не вчера еще там еще пусть кути это видать склепок наверно сорвал там знаешь пластиковый ну надо смотреть короче крыло так два три здесь ничего не болтается где улетела 1 она держится она никуда не денется резин потерял палетник с той стороны 4 до палетник с той стороны вот там где тот болт ну вот надо что-то думать надо я не знаю там укреплять пластину какую-то наваривать потому что он вообще просто не так херово я чтобы открыть ну это все открываешь он раз чутка подходит за этот болт вверх дергать чтобы он пошел там надо да смотри так тент вот чутка 4 ну и в принципе по моему все что там внутри делать а или я про вчера совсем про них забыл я короче привез доски новые я знаю с лиственницы как надо это обрешетку надо пойти ножовку замерить ножовку взять она все равно я сюда приеду ладно я же все равно сюда приеду потом потом с минска я как в устье лиме привязал ни разу не подтягивал я никогда не подтягиваю да чего там дай руку залезу откуда дровишки с устелимской вести мода не понял откуда она сверху лежала откуда дровишки до сустилима о вот и все шеф погнал Михаил Владимир еще тоже повез до метро вечером сегодня паровоз вечером сегодня паровоз ну а мы и чего пошли заново ездить учиться время уже правда время уже 10 минут четвертого сейчас пока мы здесь еще научимся ездить все разлаживать то особо не надо ничего но все равно короче все пробки наши будем сразу из огня то есть это из ада в рай тьфу из рая в ад короче вы поняли ул дин- 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 Продолжение следует...